Чем же мы занимаемся? Мы часто занимаемся тем, что хотим предоставить своему автомобилю большую мощность. Как большая мощность предоставляется? Вопрос интересный. Вопрос интересный и для тюнера в том числе. Но тюнер что себе делает? Тюнер постарается себе что-то включить, да? Воткнуть себе фильтр нулевой, турбинку нормальную, вот, замечательный бензонасос, который качает чуть больше. И, естественно, на это дело поднимет. Но есть и другой вариант. Какой другой вариант? Другой вариант реально прост. Необходимо поставить себе чип-тюнинг. А чип-тюнинг делается здесь. Мы вам показали мостовой проезд. И вот это, собственно говоря, место. Вы сюда приезжаете и, по сути, за абсолютно недорогие денежки вам это устраняют и добавляют мощность. Причем мощность добавляется в любой двигатель. Но лучше, конечно, в турбированный. Знаете, чем мне нравится поколение 90-х? Точнее, поколение мое. Поступивших и окончивших школу во времена коммунистической партии, а затем увидевших всю гадость того, что случилось. Из наших кренделей никто не стал директором. Просто потому, что не назначили. Никто не использовал прущесть из своих прущих родителей. Все потихонечку росли и выросли. И это последнее поколение с теми, с которыми хотелось бы работать. Их, по сути, немного. Тех, кто может платить за рекламу. Может быть, мы не доросли, но в конце концов и до этого дорастем. Потому, как кончились те, кто уже ушли и кто хотел себя видеть, а других-то и нет. И вот такая штука возникла. Ну, а что я сейчас показываю, и это то, ради чего я приехал и включил кнопку. Ради того, чтобы вам продемонстрировать, как работают промоэлектроники. И промоэлектроники работают не на предприятии-гиганте. В данном случае промоэлектроники разбираются с чип-тюнингом. И мы прекрасно понимаем, что сейчас автомобиль это немножко другое. В свое время-то был карбюратор и распределитель. Сейчас все совсем по-другому. Что это делает и для чего все это создано? Современные моторы должны управляться современными системами управления. Система сложная, состоит из контроллера и целого набора датчиков и исполнительных устройств. Благодаря использованию этих систем, автомобили у нас экологичны, мощны, современные автомобили. Требуют минимума внимания владельца, но при этом начинают требовать очень квалифицированного обслуживания. Мы можем ли что-то сделать такое, чтобы можно было двигатель немножко приподнять? Потому что, понятно, да, экологичность это хорошо. Но экологичность у нас требует хороший качественный бензин. А у нас, по сути, такого-то и нет. Естественно, что Кульскора контроллер – это компьютер. Он работает по некой программе. В этой программе, помимо самих алгоритмов, содержатся настроечные, калибровочные данные, константы и таблицы. Естественно, меняя эти настройки, калибровки, мы можем изменить каким-то образом поведение автомобиля. Как в сторону повышения мощности двигателя, так и в сторону улучшения экономических показателей, экономичности. Особенно часто требуется перепрограммирование контроллера в случае перевода автомобиля на газовое топливо. Работа по чип-тюнингу делится на два этапа. Первое – это чтение и запись данных в контроллер. Второе – это работа с самой прошивкой, считанной, для того, чтобы каким-то образом перенастроить, изменить поведение двигателя и автомобиля. Оба этих этапа требуют некой квалификации. Если первый этап требует просто навыков электронщика, то второй требует достаточно глубоких познаний в области теории двигателя внутреннего сгорания, алгоритмов работы конкретного контроллера. Ну и, в конце концов, просто требуется достаточно много времени на обкатку, на выработку финальной версии прошивки. И вы всем этим делом занимаетесь? Всем этим делом мы занимаемся. Естественно, необъятное объять невозможно. В некоторых случаях нам приходится пользоваться чужим опытом. Конечно, у нас есть организация, чип-тюнинг-тим, где собрались примерно 50 человек со всей страны. И, конечно, у кого-то что-то получается лучше. Мы постоянно находимся в контакте друг с другом. И, естественно, если к нам приходит какой-то редкий для нас автомобиль, малоизвестный, то мы воспользуемся уже готовым набором калибровок от проверенного специалиста со всеми обычными нашими гарантиями. Хорошо, это вопрос понятен. Но вот другой проблемой возникает. То есть частично машины бьются, да ведь? Ломаются и часто вылетает панель приборов, да? Ломается просто. Человек пошел и покупает новую панель приборов. Но проблемка-то в чем заключается? Там панель приборов с нулем. А ему же необходимо это сделать. Это тоже можно сделать? Ну, не только новые панели люди привозят взамен неисправных по какой-то причине, да? Люди порой покупают панель на разборке. С совершенно невообразимым пробегом, например. Да, несоответствующим реальному пробегу автомобиля владельца. И, конечно же, эти данные тоже можно записать те, которые нужны владельцу данные родного пробега. То есть это небольшая проблема, по сути-то, да? Да, это как бы все делается точно так же нашими специалистами. И делается все это где? Делается у нас в автосервисе диагностика плюс. Адрес? Адрес мостовой проезд 7. Ну, а хотите новости? Да, новости хорошие. У меня мозги как-то застряли на том уровне, который начинался с обыкновенной искры на зажигании. Вот там на весь период работы четырех- или двухцилиндрового двигателя приходилось три или четыре искры. Ну, четыре это когда четыре было, а две это когда две. Эти искры подпаляли катушки Тесла, и одни в ряд заводили двигатель. А теперь как-то все по-другому. Ну, процессоры и все остальное, и это все естественно в мозгах. И все это замучено, но можно легко подправить и настроить на ваш двигатель. То есть в раз от 10 до 15%. Можно ли открутить турбу? Да, я этим занимался. Еще проще. Давление поднимаем в топливной системе, а также достаточно несложное давление на клапане. И вот вам еще 30%. Но все остальное. И вот для этого используется программатор и, естественно, интернет. И тут безумных мозгов никуда. Времечко сейчас другое. Нужны нормальные знания, коих просто так не получить. Так что чип-тюнинг жив, и чип-тюнинг будет жить. Итак, мостовой проезд. Место понятненькое. Вы здесь проезжали, но не догадывались, что диагностика – это то, что делается с вашим автомобилем. То есть здесь добавляет вам мощность в реальности. И поэтому есть смысл сюда приехать. Потому что вы сюда приехали, над вашим двигателем поколдовали, и вы уже едете и на четвертой передаче, там, где раньше ехали, на третьей. Чем ли это не ваша благость? Бай!